Как приглашать в MLM бизнес людей, не имея еще собственного результата? И то же самое относится к тому, как обучать свою команду, либо своих первых людей, когда у тебя еще нет результата. Если вы задавались таким вопросом, то это видео для вас. Более того, скажу, я являюсь практиком сетевого бизнеса, топ-лидером компании EPL. У меня многотысячная команда сегодня работает по всему миру. И такие вопросы я достаточно часто слышу, где-то в прямую, где-то в переносном смысле и так далее. И я знаю, что эта проблема, она, скажем так, накипевшая, ее необходимо разрешить. И что самое главное, ее разрешить очень просто. И в сегодняшнем видео я вам скажу простейший алгоритм действий, который снимет с вас вот это возражение, и вы начнете действовать и делиться тем, что вы уже имеете. Обязательно поставьте лайк авансом, и мы начинаем. Итак, первое, на что хочу обратить ваше внимание, что многие люди, когда начинают развивать свой сетевой бизнес через социальные сети, будь то Инстаграм, Ютуб, Фейсбук, ВКонтакте или даже Одноклассники, начинают писать о своем успешном успехе. Вообще, если честно, от этого успешного успеха очень сильно тошнит в последнее время. Даже вот сейчас, на период записи этого ролика, когда в мире карантин, пандемия и прочее, все продолжают транслировать свой успешный успех, хотя многие, большинство, я даже сказал, по факту не имеют этого успешного успеха. И именно поэтому у вас возникает наверняка такой диссонанс, что у меня же еще нет по факту этого успешного успеха. Как я могу правильно приглашать людей в бизнес, заработать денег, кто как, обогатиться, оздоровиться и так далее и тому подобное, если у меня еще по факту пока только старт. Я на стартовых позициях, я еще не достиг, либо не достигла результатов. Что мне говорить? Что мне показывать? И ошибка номер один – это врать. То есть, опять, мы возвращаемся к успешному успеху. Не нужно транслировать ту информацию, которая не является действительностью. Не нужно говорить, что у меня там миллион человек в команде. Не нужно говорить о том, что я сотни миллионов рублей зарабатываю. Что у меня там все в шоколаде и прочее. Вот это вранье, я по-другому так не скажу, да, это на самом деле вранье, оно сразу чувствуется. Даже если вы качественно это будете преподносить, красивый контент делать и так далее и тому подобное, то все равно это на подсознательном уровне очень хорошо считывается. И тем самым вы отдаляете себя от вашей потенциальной целевой аудитории. Соответственно, ответ кроется вот именно в этом. Отсюда нужно развивать цепочку событий, что вам делать и как приглашать людей. Быть самим собой. В любом случае, вне зависимости, на старте вы находитесь, либо в активной фазе развития, либо вы уже топ-лидер, у вас все в шоколаде, вы масштабируетесь. Всегда, в каждом моменте, в отрезке времени вашего бизнеса, вашего становления, нужно оставаться самим собой и сохранять свое человеческое лицо. А тем самым нужно транслировать правду. Это первый момент, на который я хотел заострить ваше внимание. И следующий момент конкретный, практический. Что же нужно делать? Вот вы пришли в сетевой бизнес, компанию, и вы хотите развиваться. Как вам правильно приглашать людей, чтобы они к вам пришли? Будьте с собой, транслируйте то, что есть. Допустим, если вы не предприниматель, а человек, пришедший в сетевой бизнес и знаем, и вы являетесь тем человеком, который ассоциируется с бизнесом, то не надо сразу всем говорить, что я супер бизнесмен стал, идемте ко мне. К этому отнесутся с осторожностью, а где-то с насмешкой над вами. И тем самым вы наживете себе как минимум неприятных ощущений, как максимум врагов. И, соответственно, вам нужно просто транслировать, что я сегодня нахожусь на таком-то этапе жизни, я начинаю новое дело. И сейчас в своих социальных сетях я буду вам рассказывать, транслировать о том, что со мной происходит, какие изменения. Кому интересно, пожалуйста, обращайтесь. Я с вами лично пообщаюсь. Ну, это поверхностная история. Более подробно, как правильно начинать свой бизнес в социальных сетях, развивать его в онлайн. У меня тоже есть отдельные видеоролики на канале. Сейчас в правом верхнем углу появилась подсказка первого ролика из серии, как правильно упаковаться, как правильно начать свой сетевой бизнес на просторах интернета. Обязательно кликните по этой подсказке, перейдите, на стоп нажмите, потом посмотрите, к нему вернетесь. И там целая серия видеороликов вас ждет о том, как правильно шаг за шагом оформляться, начинать в онлайн. Вам это будет очень полезно. Но сперва необходимо начать с честности перед самим собой. И вторым шагом нужно пообещать самому себе, что ты будешь честным и перед твоей аудиторией. Это относится как к работе в онлайн, так же и к работе в оффлайн. То есть не нужно что-то придумывать, не нужно городить там и так далее и прочее. Нужно говорить так, как есть, твою реальную позицию и делиться своим настоящим внутренним миром. Всем. Быть живым. Сегодня, соответственно, интересные люди живые. А живые люди, у них тоже путь развития не такой, что вот есть точка B, точка A, есть точка B. И вот такой прямой путь. Большинство людей, особенно когда только приходит в сетевой бизнес, представляет путь своего успеха от нуля до миллиона. Вот такой быстрый, ровный путь. Но на самом деле он не такой. Он зигзагообразный. Вверх, вниз, вверх, вниз и так далее. И, соответственно, тот, кто не сдается, тот, кто осознает, что нужно быть самим собой, что нужно сохранять свое лицо и что нужно постоянно действовать, предпринимать определенные действия, тот обязательно дойдет до точки B и по возможности сократит максимальную частоту колебаний. и максимально распрямит эту линию. Но все равно идеально ровно она не будет. Соответственно, вы показываете ваш путь от точки A к точке B. Где вы взлетели, где вы упали, какие есть разочарования, где есть какие выводы, где какой опыт, что приобрели. И вот это будет интересно вашей аудитории, целевой аудитории. Еще раз повторяюсь, как в онлайн, так и в офлайн. Интересно наблюдать за живым человеком, который транслирует не просто успешный успех, а который показывает свою трансформацию, свою жизнь, свой внутренний мир. И на таких людей идут. Запомните следующий вывод. Сетевой бизнес приходит на людей. Не на успешный успех, не на супер маркетинг план, не на супер продукт, не на супер возможности в компании, в руководстве и так далее. А приходят на человека, на вас. И еще один вывод, какой я сделал, исходя из своего большого уже сетевого опыта, что к топ-лидерам компании просто так не приходят. Даже если их ищут, то большинству людей, которые еще не имеют результата, очень страшно им написать, потому что они пока еще на нуле, в точке А находятся. А эти супер-пупер топ-лидеры находятся уже в точке Б, где они хотели оказаться. То есть имеют миллионные чеки, миллионные товарообороты. И достаточно страшно таким людям написать. Но намного проще таким людям написать, которые такие же, как ты, но немножко дальше шагнули, уже начали что-то действовать. И опыт, на самом деле, это очень обманчивая штука, особенно в условиях 21 века. Тот опыт, который подразумевался там еще 50 лет назад, то есть наши родители, прародители, которые несли, которые транслировали и транслируют до сих пор, в 21 веке он все менее актуальным становится. Почему? Потому что частота смены информации, частота смены трендов, тенденций и рабочих схем в бизнесе, в жизни и так далее, меняется все быстрее и быстрее. Плюс-минус от 10 до 20 лет частота смены прихода нового приходит в нашу жизнь. А зачастую еще сегодня лег спать, завтра проснулся и уже все, уже что-то новое, уже новый тренд развития бизнеса, новые какие-то схемы работы, новое мировосприятие и так далее. И, соответственно, вот этого опыта, который ты нарабатывал годами, он может тебе и не пригодиться. Поэтому нужно находиться в постоянном процессе и постоянно двигаться вперед. И, соответственно, вот эти люди, которые находятся в точке А сегодня, вам проще с ними будет коммуницировать, потому что вы уже начали сделать, делать какие-то пару шагов на встречу своей к точке Б. И найдите свою целевую аудиторию, найдите людей, которым будет интересен ваш опыт и вы с удовольствием, и вы с удовольствием, и они с огромным удовольствием будут работать с вами. Давайте прорезюмируем все, что я вам сказал уже в сегодняшнем ролике. Как приглашать людей в сетевой бизнес, не имея опыта? И как их обучать, не имея опыта? Вы уже поняли, что понятие опыт – это очень абстрактная история. Соответственно, вы сегодня, посмотрев мой видеоролик, применив это на практике, вы уже приобрели опыт. Все. Если вы сделали сейчас уже один шаг, посмотрели один ролик, мой другой ролик, применили это на практике на своей, и вы свой опыт получили, вы уже умеете и знаете больше, а где-то намного больше, чем другой человек. Соответственно, делитесь этим опытом, и на вас с удовольствием придут люди. Поэтому не бойтесь, действуйте, и делитесь тем опытом, который вы уже имеете, и нарабатывайте, нарабатывайте, фильтруйте все через свой внутренний фильтр, и делитесь своими выводами, своими результатами, своими достижениями, и неудачами. Показывайте настоящего себя, показывайте настоящую свою жизнь. И за таким человеком, а это именно вы, я знаю, люди пойдут с удовольствием. Так происходит сегодня у меня в команде. Именно этому я учу людей своих, свою первую лимитин, свою глубину, на своих закрытых школах и так далее. Я всем транслирую одно, быть собой, сохранять себя, ежедневно нарабатывать опыт, и транслировать это на свою аудиторию. И это работает в 100% случаях из 100%. И раз работает это у нас в команде, раз работает это у меня, у моих партнеров, значит это будет работать и у вас. И у вас еще одно огромное преимущество будет, что вот именно такой подход не использует большинство сетевых предпринимателей. Поверьте моему опыту, большинство сетевых предпринимателей, если развиваются в интернете, то это либо трансляция успешного успеха, либо спам, рассылка спама, да. Если это на земле, то это списки, звонки, разговоры, встречи, которые все больше и больше неактуальными становятся. Пандемия 2020 года это подтвердила, показала, и сегодня тренд 21 века в цифре, в интернете, в онлайне и так далее, чему мы и активно обучаемся. Если у вас есть потребность в таком обучении, если вы сегодня находитесь в активном поиске чего-то большего, в обучении, в поддержке, в мотивации, в личностном росте, хорошую компанию и прочее, то обязательно приходите к нам, все это у нас есть, в нашей компании, и пел в нашей команде Колганов Тим. Все контакты вы найдете в описании под этим видео. Я же благодарю вас за просмотр, обязательно поставьте лайк этому видео и поделитесь им со своими партнерами по бизнесу, так как я уверен на все 110%, что такой информации не дают нигде и никто, а она будет очень-очень полезна и вам, и вашей команде, и всему вашему делу. Благодарю вас за просмотр и до встречи в моих новых видео. Пока-пока!